Здравствуйте! Вы смотрите «Здоровое телевидение» в студии Андрей Ермошин. Умеем ли мы загадывать желание? Как это сделать по-настоящему эффективно? Мы обсудим сегодня с доктором психологических наук, профессором Ковалевым Сергеем Викторовичем. Здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Викторович, многие, ну мы знаем, люди склонны желать, пока они живы. Но чего стоит желать, чего не стоит, и как это сделать по-настоящему эффективно, чтобы сбывалось? Очень хорошо, что вы начали с того, что можно желать, а что не стоит желать, потому что здесь существует большая ловушка. С одной стороны, мы идем все за успехом, мы хотим, чтобы наша жизнь, по крайней мере, была успешна. С другой стороны, мы совершенно не понимаем сущности этого успеха, в результате чего получается тот самый парадокс, который очень горько описал Алан Уоттс, который сказал, что если вы лезете за счастьем по лестнице успеха, то даже когда вы поднимаетесь наверх лестницы, вы с ужасом и с горечью выясняете, что лестница стояла не у той стены. Да, это нежелательно было. Да, так вот, получается следующее, когда я занялся вообще проблемой успеха, я занялся в связи с той системой психотерапии, которая создавалась, той системой лечения души, тела, ума и всего прочего, я обратил внимание, что существующие модели успеха, которые действуют в нашей ментальности, в нашем настроении, в нашем обществе, в конечном счете, они не очень-то верны. Потому что получается, что есть совершенно примитивная модель успеха, это значит, что успех сводится либо к чувственным удовольствиям, либо к деньгам, которые нужны для того, чтобы иметь эти самые чувственные удовольствия, еда, секс, все прочее и так далее. Либо к власти и статусу, по сути дела. Вот все, что вам предлагают. Значит, цель вашей жизни – это обрести достаточное количество времени на то, чтобы заниматься чувственными удовольствиями, достаточное количество денег, и при этом приобрести достаточный статус, достаточную власть над собой, другими обстоятельствами. Это неверно. У вас даже есть термин какой-то для обозначения этого явления. Ну, он такой, несколько потребляться-то, простите. Потому что я не очень уверен, что этот термин уместен, но, тем не менее, это так и есть. Дело в том, что на самом деле, когда я еще раз, когда я занялся этой проблемой, я обнаружил, что индусы в своей верде и в других работах, они были более мудры, чем мы. Они предположили, что существует четыре цели человеческой жизни, которые последовательно сменяют друг друга и которые дополняют друг друга. Потому что первая цель у них называлась артха. И эта цель – это материальное благосостояние. Только давайте не говорить о том, что в обществе рыночной экономики у нас деньги не имеют значения. Они имеют значения. Вот только индусы очень хорошо понимали, что деньги должны быть нашими слугами, потому что в противном случае они становятся нашими господами. Они очень хорошо понимали в плане артхи, то, что потом четко выразил Лев Толстой. Истинно счастливым становится тот человек, который понимает, что все то, что у него есть, это и есть все то, что ему надо. А академик Дмитрий Иллихачев выразил это еще точнее. Бедный не тот, у кого мало, бедный тот, кому мало. Поэтому здесь бегают многие бедные, которые жалеют, что у них не Мерседес, а не Майбах. Поэтому это принцип разумной достаточности. Артха сменяется камой. Не сменяется, а дополняется. Ну, если у всех на слуху кама сутра, понятно. И поэтому все начинают понимать, что речь идет о чувственных удовольствиях, но далеко не только о сексе. Потому что вот здесь тоже у нас воспринимают чувственные удовольствия как что-то весьма предметное. Но в конечном счете любое чувственное удовольствие – это то, что радует наш взор, это то, что услаждает наш слух, это то, что доставляет удовольствие нашему телу, и то, что с приятностью занимает наши мысли. Это, как говорят, можно смотреть на огонь вечно, на красивую женщину. На что угодно. И вовсе не обязательно гоняться за ресторанами, за винами, заедами и так далее и тому подобное. Надо научиться. Большинство не умеет это делать. И вот, получается, а после камовника… То есть это не только нажраться, так скажем. Никаким образом. У нас, к сожалению, здесь еще раз одна неверная модель, на которую я хочу обратить ваше внимание. У нас все общество построено на достижении. Достижение все нового, нового, нового и нового. И считается, что если достигаешь все большего-большего, ты все больше счастлив. Это не просто чушь. К сожалению, это бред. Потому что, например, по статистике, американское общество с 1966 по 1996 год увеличило уровень благосостояния почти в два с половиной раза. За это же время удовлетворенность жизнью, счастье, упало в полтора. Нет ни малейшей корреляции между уровнем жизни, благосостоянием и между счастливостью и довольствием. Потому что секрет счастья, между прочим, очень прост. То есть секрет счастья не в том, чтобы стремиться достигать, а в том, чтобы научиться пользоваться тем, чем ты уже владеешь. И он как, чем располагаешь. Чем располагаешь, да. Мы постоянно, да, не надо печалиться по поводу того, чего нет. Надо радоваться тому, что есть. А вот радоваться тому, что есть, мы и не умеем. Так вот, после камы следующее, это, конечно же, дхарма. Это такой очень многозначный термин, потому что это скорее можно перевести так. Дело, которому ты служишь, смысл твоей жизни, то, ради чего стоит жить. Потому что очень трудно сказать, например, там, долг огня гореть. Это не долг. Дхарма огня гореть. Гореть – это, естественно, состояние. Поэтому вот если вы найдете это, вы счастливы. Действительно счастливы. Но последнее, тоже немножко, знаете, не совсем даже для уровня нашей передачи, честно говоря, это мокша. Обретение космического сознания. Обретение ощущения того, что ты часть вселенского разума и в этом плане даже как бы и не совсем смертен. Или, мягко говоря, бессмертен. Поэтому получается, что когда я занялся этой проблемой, получилось, что возникла концепция. То, что называется матрица хомогенеза. Генезиса человека. И получается, что все эти четыре цели ты должен достичь обязательно в своей жизни. Ты не можешь презрительно отворачиваться от денег, говоря, там, боже, как это неинтересно. Эти деньги, вот мы возвышенно живем, а деньги портят человека. Я не знаю, какое количество людей испортили деньги, но знаю, какое количество людей испортило их отсутствие. Ты не можешь презрительно обращаться. Секс – это так неинтересно. Или говорить о том, что, знаете, мы будем тянуть свою лямку, а вот всякие эти миссии, предназначения и смыслы – это не про нас. А тем более космическое сознание. И в противном случае, если ты будешь даже отворачиваться, то тогда в возрасте примерно 42 лет, плюс-минус 2 года, ты взорвешься, твоя жизнь взорвется. И в результате ты, внезапно забросив все свои философические рассуждения о смысле жизни, кинешься зарабатывать самым пошлым образом, заполняя клетку матрицы Артхи. Или ты кинешься, простите, седина в бороду. Да, у нас с вами седина есть. К счастью, мы избежали, я надеюсь. Беса в ребро. Беса в ребро, да. И ты кинешься со страшной скоростью достигать нереализованной камы. Или, реализовав все, ты пойдешь в жертву глубочайшей депрессии, потому что внезапно поймешь, что чего ты достиг, что ты сделан, но все это бессмысленно, потому что ты только пешка в чужой игре, нет чего-то самого главного, нет главного смысла. А знаете, кто-то из великих сказал, что человек – удивительное существо, он способен преодолеть все, что угодно, если только верит, что в этом есть смысл, но он отказывается делать хоть что-то, если понимает, что только лишь исполняет глупую роль в сказке, придуманной идиотом. Вот в 42 года очень многие понимают, что это глупая роль в сказке, придуманной идиотом. Вот это и получило в основу легло. А если продолжить дальше, если будет позволено, то тогда вторая часть этой модели оказалась тоже достаточно проста. Мысль о том, что люди живут на разных уровнях жизни, это как бы разные этажи, и жители подвала не понимают, жители пентхаусов, и у каждой разные вещи, но пентхаус определяется не накоплениями материальными, а чем-то другим. И хотя в общей сложности уровней жизни у меня выделяется семь, но, скажем, только три основных. Первый уровень называется досоциальный. Если вы видели кадры о том, как жители парижских предместий жгут машины, или как болельщики «Спартака» перекидывать эти самые машины, то вы понимаете, что вот это и есть досоциальный уровень. Почему? Они не социализированы. Они не вписаны в общество. Они живут одновременно как бы и в обществе, но вне его. И более того, досоциальный уровень еще называют доконвенциальный, потому что они не придерживаются общественных соглашений. Простите, сжечь машину соседа, но, мягко говоря, просто потому что вот у меня что-то там бурлит в крови. И, соответственно, они довербальны, потому что, доверба слова, потому что, если они не говорят, то используют в основном ненормативную лексику. И, как Эллочка-людоедка, обходя там ограниченным количеством слов. Если человек успешно социализируется, и у них своя модель благополучия, вот как раз для них характерно что? Это, во-первых, чувственное удовольствие, безудержный секс, это пиво на скамейке, это вот эти девочки, и деньги как средства. То есть разные ценности в зависимости от... Совершенно разные ценности. И понять невозможно друг друга – это действительно разные ценности. Если человек социализируется, то если он переходит на следующую ступеньку, скажем так, то если он занимает хоть какое-то место в обществе и как бы идентифицироваться с этим местом – я студент, я инженер, я психолог, я психотерапевт, я, может быть, гражданин – то он переходит на социальный уровень. Социальный уровень, во-первых, предполагает конвенциальность, то есть придерживание соглашений. Потому что иначе, знаете, как в анекдоте, не плюй на коллектив, ты плюнешь коллективу трется, коллектив плюнет и утонешь. Так вот и здесь. Общество имеет механизмы для регулировки своих членов. Этот уровень вербальный, потому что словесный, нам нужно договариваться с друг другом, и матча прочитана. Просто общество не будет существовать. И вот здесь опять срабатывает, но опять-таки тоже ошибочная модель успеха. Еще раз подчеркиваю, она немножко ошибочная. Потому что вместо того, чтобы думать все-таки о том, какому же делу ты собираешься посвятить свою жизнь, думать о том, чем же заключается миссия, смысл и предназначение твоей жизни, ты начинаешь довольно тупо и пошло, не имея модели, заниматься тремя вещами. Первая вещь – достижения. Любые достижения. В чем угодно. Хоть в сексе, хоть в деньгах, иногда даже во власти. И какой должности я достигну. Самоутверждение. Да. Правильно. За этим стоит самоутверждение, очень своеобразное. Вторая цель – это у нас власть. Традиционно это власть. Власть хоть на собственной кухне, над собственной женой, над соседями, над кем угодно. И третья цель – ну, обычно власть все-таки реализуется в больших формах. И третья – это получение одобрения. То есть вот эта триада, такая триада, трешечка, такая своеобразная трешечка. Значит, это власть, достижение и одобрение. Я заинтересовался почему и понял, что все довольно-таки просто. Потому что и первое, и второе, и третье достигают несчастные дети, которым вовремя не попался хороший психотерапевт. Надеюсь, что я хороший психотерапевт, потому что я их исправляю. Дело в том, что первые те, которые достигатели, это те, сила которых не признавалась. Им говорят, что ты никто и ничто, родом ниоткуда, ты слаб, ты беззащитен. Это такое провокация? В результате, да. Провокация такая с детства получилась? С детства. Детское родительское программирование. В результате получилось, что когда они выросли, они теперь самоутверждаются в достижениях. Для того, чтобы доказать, нет, мы сильны. На самом деле мы сильны. Вторая ось. Это своеобразная ось, знаете, получается такая ось. Вторая ось – это ось значимости. Вас не признавали значимым. Вам говорили, ты никто, ничто, родом ниоткуда, и вообще сиди и не дергайся. Да, границы достаточно условны, но они четко все-таки есть. И вот те, которых, значимость которых не предоставляла, не принималась, эти больные дети стали властителями, политиками. И сейчас они достигают значимости перед своим электоратом, перед своим избирателем. И, наконец, последний, третий тип – это те, которых недолюбили. Эти просто недолюбили. Потому что папа и мама были заняты на работе, вечно заняты, потому что они были не готовы любить своих детей. И вот эти недолюбленные дети идут в тех, которых я называю одобрятели. То есть вот эти эстрадные кумиры, звездочки, телекина, они купаются в общественном одобрении. И как же страшно они умирают, когда это одобрение прекращается. Может, они просто привыкли быть любимыми? Не только. Они не могут. Это как наркотик. Для них как наркотик. Потому что они неизлечены. А на самом деле получается, что здесь, опять-таки, иллюзия. Но это тоже ловушки, да? Это ловушки. Это ловушки. Причем это ловушки нашего общества. Нам предлагают удобный путь канализации нашей собственной энергии, в который ты будешь крутиться, в который ты будешь вертеться. А ведь, извините, крутиться и вертеться нужно только для того, чтобы вертелась экономика этого мира. Потому что если вы не будете крутиться и вертеться, то машины, которые готовы уже на конвейере, они не будут вами куплены. В результате чего получится, что рабочие места не будут востребованы. Материал не будет. И в результате получается совершенно порочный самоспроизводящийся механизм экономики, в которой мы как белки в колесе, и только потом, в конце своей жизни. Знаете, вот на границе этой жизни, на границе жизни и смерти внезапно понимаем, Господи, а кто же я такой? Зачем я? Куда я иду? К чему стремлюсь? Зачем вообще все это нужно было? То есть вот этот вопрос – это уже путь к прорыву из этого... Это уже путь к прорыву, это уже путь к выходу из этого беличьего колеса. Если вы задумались хотя бы этим вопросом, то вы уже начинаете действительно становиться человеком постсоциального или надсоциального уровня. Но тут только есть один нюанс. Общество не очень любит людей постсоциального или надсоциального уровня. Приятно говорить о том, что Махатма Ганди был великим человеком, но при жизни Махатму Ганди ненавидели. Приятно, говорит Лев Николаевич Толстой, был такой великий человек, но при жизни, если бы вы знали, как к нему относились при жизни, знаете, всех надсоциальных людей признают после смерти. Мы с вами отлично знаем, что великий, чайший гипнотерапевт 20 века, Милтон Рихсон, ныне вообще во всех святцах психотерапии и психологии. А при жизни его едва не исключали из профессии буквально. Благо, он был очень хороший психотерапевт, когда приходил на очередную комиссию штата, он же американец был, которые говорили, почему, доктор Рихсон, вы занимаетесь этим жутким гипнозом? Гипноза не существует. Он говорил, да, правильно. И поскольку гипноза не существует, вы сейчас расслабитесь, отпустите своему блуждать, развязывайте те съемочки вашего тела. Ну, а после часа транса они давали ему следующее разрешение на работу. Ну что, Сергей Викторович, пока следует что из вашего обзора, такого своеобразного, что желать надо мудро? Надо желать того, чего это действительно, чего стоит желать. Потому что Станислав Ежелец как-то сказал очень четкую фразу, бойте своих желаний, а не иметь тенденцию сбываться. И здесь нужно, во-первых, желать действительно к, то есть знать, чего ты хочешь получить от этой жизни, а не того, чего ты категорически не хочешь получить от этой жизни. Потому что первая исходная мудрость правильного желания – это понимание того, что то, чего ты боишься, полностью занимает твою психику, живет твоим бессознательным, и, скорее всего, и реализуется. Потому что когда вы желаете, когда я спрашиваю человека, что ты хочешь в жизни, он говорит, я хочу не быть бедным, я им говорю, бедным ты будешь. Кто что хотел, тот получил сполна. К сожалению, только два из десяти людей, чисто интуитивно. А может, читай мои книги? Не знаю. А может, читай другие книги? Потому что вообще-то это пронизывает всю историю человечества. И вовсе не сейчас мы это открыли. Они понимают, что для того, чтобы приехать в Париж, нужно ехать не от Москвы, а то ты случайно можешь уехать в другую сторону. Нужно ехать именно к Парижу, к городу Парижу. А то заедешь в Антарктиду. Куда? Да, надо знать, куда. А вот почему я говорю, что первое условие – это надо отчетливо понимать, чего действительно стоит хотеть, потому что это может осуществиться или осуществляться ваши страхи. Это первое самое важное условие. То есть это положительная формулировка «к», как вы сказали, «к», а не «от». К, а не «от». Потому что в противном случае вы просто-напросто придете к тому, от чего вы идете. И я могу вам привести бесчисленные примеры того, насколько же бездарно люди растрачивают свою жизнь, и насколько же безграмотно общество программирует этих людей. Потому что возьмите «воздоровление людей», программа «здоровье». Правильно? Так. А вы мне скажите, врачи ведут что, к здоровью? Вы мне покажите того врача, который ведет к здоровью. Большинство, они ведут от болезни. Куда они ведут от болезни? К следующей болезни? Не решая главной проблемы. Я написал пару книг о «Соцеление с помощью НЛПИ», и там это самое «Пошли болезни на…» Хорошее название для книги. Согласны? Где четко показывают, что первое, что нужно сделать, это немножко поменять вот этот настройок своих мозгов. И начать понять, что нужно заниматься не болезнью, иначе известный психотерапевт Берт Хеллингер говорил, «Если вы хотите влезть в проблему по уши, то начинайте ее размышлять». Нужно думать о решении. У нас странный подход, когда, если вы видите человека, сидящего в яме, вы подходите к нему, я надеюсь, что вы не говорите ему так, сейчас заполним анамнез, как давно сидишь, как попал, как проводишь свое время, как справляешь естественные надобности. Поскорее помогать таким людям. Надо лестницу принести и вытащить, надо дать выход. Это верно, да, что надо вперед, как говорится, да, действовать. На мины вперед. Но лучше не на мины. Итак, первый постулат – это формулировка цели, должна быть позитивной. Совершенно верно. Первая позитивная формулировка. И если ты не знаешь, чего ты хочешь, ты ничего не хочешь. Вот и все. Вторая формулировка очень простая, но очень странная. Если вы не можете нарисовать свою цель или представить ее в воображении, у вас цели нет. Слышите? Так. То есть вы должны ее представить, нарисовать воображение. Это называется принцип целевого слайда. Цель должна быть, ну, это достаточно понятно. Цель должна быть видимой, а еще лучше слышимой, ощущаемой, но не написанной. Цели серии «Свобода, равенство, братство» каждый понимал настолько по-разному, что у нас была такая свобода, равенство и братство, что лучше бы ее вообще даже не было, начиная с французской революции. Правильно? Так вот, если у вас цель – успех, но вы не видите, как этот успех будет реализовывать. Успех какой-то, успех как он представляет. Это может быть все, что угодно. Да, вы должны очень четко представлять все это, представлять до такого уровня действительно видимости. Вплоть до того, что я часто своим клиентам даю домашнюю работу следующую. То есть я предлагаю, вот он стройнеет. Я говорю, хорошо, мы оценили, до какого уровня он может постройнеет, потому что человек стройнеет полками, и он не может сразу сбросить 30 килограмм, он сбросит 5, потом будет полка на 2 недели, потом пойдет дальше. Я говорю, хорошо, подбери соответствующую мужскую фигуру, отрежь свою голову с фотографии, приклей и помести это вот у себя в изножье, чтобы каждое утро и каждый вечер ты, засыпая и просыпаясь, видел вот эту фотографию себя, а еще сделай изо рта такой пузырь, на котором напиши, типа, знаешь, этот бабуган, напиши, это я, весящий 75 килограммов и чувствуешь себя прекрасно. Это уже это сработает. Большинство не научили, и поэтому мы достигаем только те цели, которые чисто, случайно увидели. Вы поняли? Чисто, случайно увидели. То есть это должно зримо быть? Зримо. 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 Если у вас нет цели, которые вы не можете увидеть, у вас цели нет. Вот и все. Вот такая формулировка, которую я использую для этого дела. Это должно быть зримо. Конечно, если бы было время, я бы объяснил это более просто, чтобы все, так сказать, было понятно. Дело в том, что у человека есть сознание бессознательное. Все об этом знают, хотя бессознательное вряд ли отнесется к вам хорошо, если вы будете его называть оскорбительным словом подсознание, которое принято. Нечто, что подсознание. Есть нижнее бессознательное, среднее, высшее. Вот и все. Низшее можно назвать подсознание. Видите, у меня язык не поворачивается. То есть это другое сознание просто? Совершенно другое. Просто другое сознание? Намного более широкое, да. Более того, доказано, что оно намного более быстродействует и так далее. Много чего здесь доказано. Это еще Роджер Спери в прошлом веке получил Нобелевскую премию за открытие функциональной специализации полушарий, с которой, в частности, следовало, что в левом полушарии у нас живет левополушарный скептик, который только и любит это объяснять, почему это недостижимо. Про левополушарие дзен-буддисты очень хорошо говорили, что они называли его обезьяний ум. Говорили, что главная задача обезьяния ума – это сначала задумать великую цель, а потом логично объяснить, почему мы ее не достигнем. А в правом полушарии живет правополушарный гений, который знает все, как достичь, потому что правополушарие – это доступ к бессознательному. Честно говоря, мы уже не совсем знаем, где она находится. – Ну, а в самом теле нет ничего там такого хорошего? – Есть, потому что, если уж так говорить, тогда сейчас получается следующее. Сейчас мы узнали, что Иван Павлов, то есть тот самый знаменитый русский физиолог, единственный дважды лауреат Нобелевской премии, потрясающий человек, весь советский период в колтушах в своей лаборатории писал в стол книгу, где доказывал, что сердце является главным мозгом человека. – Ну, то есть книга до сих пор не издана, мозгов много. – Мозгов, если можно так сказать. – Мозгов много. Мозг – это только, простите, приемник мысли, один из приемников мысли. И говорить о том, что мысли разорождаются в мозгу, так же умно, как говорить, что Якубович в пятницу живет в телевизоре. Вон, видите, в Якубович маленький, да, в телевизоре, в поле чудес. – И что, получается, что надо задействовать вот эти ресурсы? – Надо задействовать ресурсы правого полушария, которые на самом деле переводят в бессознательное. Вы поняли? – То есть оно как раз и держит связь с сердцем, с животом? – Совсем абсолютно. – Совсем с организмом. – С организмом и более того, со многими другими организмами в мире. Потому что есть теория Ричарда Шелдрейка о морфогенетическом поле, которое связывает все живущие организмы воедино. А я давно уже занимаюсь практикой реализации этого связи через морфогенетическое поле. Здесь много чего получается, только чтобы мы недалеко ушли от темы. То есть, я могу только сказать тогда, тот же самый великий Милтон Риксон говорил так, что связь сознательного и бессознательного – это связь, простите, глупого всадника, сидящего на умной лошади. – А вот как же лошади дать команду? – Вот я, мы об этом и занимаемся, вы правы, потому что самое главное всего-навсего прелесть этой жизни заключается в том, что все, что надо – это уметь. Объяснить лошади, куда нужно идти, тронуть по воде, а потом можно дремать, созерцать окрестности, есть что-то прямо в седле. Она сама приведет вас куда надо. – Можете даже привести какой-нибудь пример? – Да, это бесконечно много. Самый смешной пример – это в том числе многое из моей жизни, потому что многие вещи, которые ставились, они просто совершили сами собой. И я это умею делать. И примеров таких действительно много. Просто сейчас мы бы отвлеклись длительное время. Но это, кстати, сам Милтон Риксон в свое время. Он это любил приводить в следующую притчу. Когда они мальчиками игрались на ферме, они увидели бесхозную лошадь. И лошадь, начали выяснять, чья это лошадь, а потом один сказал, ой, а ну как же хозяин без лошади, а как ее вернуть? И тот умненький маленький Милтон сказал, я знаю. Он сел на лошадь, тронул по воде, лошадь покосилась на него, потом пошла. И через некоторое время пришла на ферму, миль в шести от города, это же было начало 20 века. Ферма сказала, ой, Милтон, я знаю твоего отца. Ой, моя лошадь, а как ты ее привел? Ты же у меня никогда не был, ты же не знал, где живу. Я не знал, ответил Милтон, но лошадь познала. А вот если мы переходим к практике, вот допустим, у человека он будет иметь в виду, что желать это ответственно, что желать надо вещей, которые реально приведут тебя к счастью, а не заставят тебя крутиться в кругу, так сказать. Хотя бы потому, что бессознательно не примет тех желаний, которые ему не соответствуют. Допустим, человек, будем надеяться, он сумел сформулировать свое желание, свою цель. Ну так сейчас, идем дальше. Значит, первое, мы сказали, это стремиться к чему-то конкретно, а не убежать от чего-то. Второе, это целевой слайд, это нужно увидеть, потому что язык правого полушария для передачи бессознательного это язык образового символа. Вот с чем это связано. Да, оно не понимает слов, понимаете? Поэтому ему надо показать. Обязательно, вот свобода равенства братства, он не поймет. А ему надо показать? Ему нужно показать. Тогда он скажет, о! А дальше интересные секреты, потому что весь вопрос как показать? Во-первых, да, это страшный секрет. Ой, какие секреты, но сейчас расскажу. Первое, что нужно уметь делать, только не надо пугаться мудреного термина, нужно видеть себя со стороны, это называется диссоциировано, достигшего цели. Но никоим образом не мечтать, видя из своих глаз, что вы достигли цели. Например, вы мечтаете о машине. Если вы мечтаете правильно о машине, вы должны видеть со стороны себя, сидящего за рулем этой машины. Эта цель будет принята. Если же вы видите из своих глаз приборную доску и руль машины, то вы уже там, с точки зрения бессознательного, вы уже достигли цели. Не надо ничего достигать. Ничего не надо достигать. Это величайший секрет всех лентяев. Манилова, Обломова и так далее. Они настолько мечтали. Ты уже достигал. И да, и не надо было ничего достигать. И даже приятно было. И даже хорошо. То есть что, дистанцию создать какую-то между... Видеть себя со стороны. Мы это называем диссоциированно. Не ассоциировано, не внутри своего тела. А видеть со стороны. Вот я в доме, на пороге своего дома. Помните, как я говорил, видеть свое тело – это я, весящий столько-то килограмм и прекрасно себя чувствующий. Иначе это будет обман самого себя, потому что ваше бессознательное решение. Вот это какой хитрый момент-то, да? Это хитрый момент на миллион долларов. Это то, почему одни мечтатели остаются пустопорожними, а другие становятся величайшими гениями в своих мечтах. Увидеть себя со стороны. Обязательно. В достигшем цели. Да. Вот тогда бессознательно говорит «О! А что ж ты раньше не объяснил?» Вот, оказывается, что ты хочешь. Вот что надо совместить. Я и машина должны совместиться в одну картинку. Да, в одну картинку. Самое главное, чтобы вы там были. Вы поняли? Потому что если вы… А как обычно у нас мечтает? Я уже сижу, я в своем теле уже ощущаю и так далее. Это не прокатит. Бессознательно скажет «Ну, ты уже здесь, ну, сиди». Ну, и сиди, да? Ну, и сиди. Отдыхай. Пожалуйста. Это следующее условие. Дальше уже идут условия, которые нужно объяснять немножко более внимательно. Первое условие звучит так. Оно немножко странно, но я вам поясню. Мечтать нужно, подняв глаза под углом примерно 15-20 градусов над горизонталью. Вот так вот. Да. И желательно с закрытыми глазами. Сейчас я поясню почему. Глаза являются вырастом мозга. То есть, как вы знаете, трактус оптикус – это, ну, является органом, так сказать, не просто зрения, но еще и определенным, так сказать, частью мозга человека. Уже давно известно, что от того, как вы настроите свои глазки, не девочка. Выстроите глазки. Так вот, когда вы поднимаете глаза под углом 15-20 градусов, эта настройка называется, простите за термо, позитивная синестезия. Что значит позитивная? Это значит, что все, что находится здесь, мозг воспринимает как положительное, ваше бессознательное воспринимает, и как то, что нужно достигнуть. То, к чему обязательно нужно прийти. Это действительно, вот когда люди вообще… Мечтают, да, вот, знаете, да, мечтают. Смотрят. Они смотрят туда. Да, мы нашли в свое время это, определили и выяснили, почему происходит. Первое – позитивное. Потому что если человек смотрит вот так вот, это негативная настройка. Как иногда еще люди смотрят, несут еще дым, пускают, не скурят, сидят и… Самое смешное, если вы хотите вернуть себя в депрессию и ничего не достигнуть, мечтайте, опустив глаза. Через некоторое время от мечты ничего не останется. Кстати, в связи с этим, между прочим, знаменитый Роденовский мыслитель. Он отменить не мечтает, он сидит в глубочайшей депрессии. Если он о чем и мечтает, так он мечтает о куске мыла, веревке и табуретке в хорошем состоянии. Кошмар – это новое прочтение шедевра. Почему? Это так и задумывалось Роденом в свое время. Это потом прочитали по-другому. Он действительно в очень глубоких, угрюмых раздумьях. Это первое вот так. Почему синестезия? Потому что там все вкупе. Это режим можно назвать так – голографический. Понимаете? Вот здесь – это голографический режим. Вот это все отдельно, это такие. Плоский режим. Это голограмма. И второе. Достаточно просто, хотя объяснить, не сразу вот так удастся быстро. Это связано со следующим моментом. Когда вы закрываете глаза, при таким поднятых глазах, закрываете, ваш мозг переходит в режим альфа. И здесь нужно знать простейшую вещь. Что, в принципе, существует четыре режима работы нашего мозга по частоте мозговых колебаний. Первый режим называется режим бета. Это 18-30 Гц. Это режим, при котором мы очень хорошо видим окружающий мир, можем заниматься логическими размышлениями, читать на кафедре что-то там, выступать и так далее. Но со своим бессознательным мы толково не связаемся. Режим альфа. Примерно 10-18. 8-18. Там разные значения. Это мы начинаем связываться с первичным бессознательным. Следующий режим ниже, но для наших радиотелетелей и зрителей это еще недостижимо. Это режим тета. 4-8 Гц. Это связь с глубинными слоями бессознательного. И, наконец, режим дельта. Это связь непосредственно с космическим интернетом. Можно я так скажу? С коллективным бессознательным. То есть это очень большое утихомиривание мозга. Да. Но, к сожалению, для того, чтобы вы случайно не попользовались раньше времени возможностями коллективного бессознательного космического интернета, который еще называют поле Джейвена, асфера, хроники Акаши и так далее, дельта соответствует сну. И нужно очень много времени пройти тренировок медитативных, чтобы научиться сохранять осознанность в состоянии дельта. Но тогда и начинается. Чтобы оттуда получать что-то, да? И только получать. Когда вы выходите на этот уровень, это уже почти своеобразная магия. Андрей Федорович, своеобразная. Вы можете делать очень многое. И поскольку самое странное, что это открытия были сделаны еще в 80-е годы прошлого века, потом благополучно на всякий случай забыты. Слишком большие выводы из этого были. А еще один странный вывод заключается в том, что когда люди говорят, нет, ничего там, как там, потустороннего. Скажите, когда у вас телевизор настроен на НТВ, вы ведь не говорите, что нет первого канала, АРТР, АТРТР? Вы просто знаете, что вы на них не настроены, да? Но если ваш мозг настроен только на восприятие этого мира, почему же нужно говорить, что других вариантов реальности не существует? То есть один из путей подключения к другим возможностям – это вот… А это уже давно известно. Есть специальные методы. Сейчас даже в плоде технических средств. Сейчас, к счастью, с развитием технических средств, у вас стало возможным это делать непосредственно. Например, есть такой БВГ, брейнвейн-генератор, генератор мозговых волн. Вам нужно выйти на уровень ТЭТа, 10 Гц. В два наушника подается, в этот 520 Гц, в этот 530. Мозг должен выровнять частоту, в результате он переходит на частоту. Сколько? 530 минус 520. Правда, я категорически не приветствую эту технологизацию. Здесь все-таки нужно уметь это делать самому. Просто уходить как-то в… Да, вот и получается, что если вы вот так мечтаете, то вы выходите на уровень альфа, когда ваша бессознательная как бы еще и просыпается, и говорит, чего? Чего изволите? А, вот этого! Это значит, что же, получается, там самые главные ресурсы. Когда не вот копошение мыслей, не суетные мечтания, а именно в покое, когда это глубоко проникает в год. По нашим данным, самосознание руководит не более чем примерно 5-6% программ человеческого поведения. Ваша бессознательность следит за состоянием 30 триллионов ваших клеток. Она следит за бесконечным количеством процессов. Она следит за всей вашей жизнедеятельностью. И если вы будете пользоваться его возможностями, вам не будет преград. Потому что на самом деле наша бессознательность, как говорил Милтон Эриксон, гениально. И все мы потенциальный гений. Но все мы пользуемся нашим, простите, мозгом, биокомпьютером, как я люблю говорить, как, знаете, нынешние пользователи компьютеров, которые знают 2-3 программы, а по части интернета только что и умеют, что пользоваться. Это снимать почту и лазить по порносайтам. И то, и другое вряд ли можно приветствовать. Все остальное остается вне зоны действия. Так вот, то, чем я занимаюсь, то, чем я посвятил всю свою жизнь, в конце концов, это именно развитие сверхспособности человека, это освоение возможностей внутреннего космоса, океана бессознательного. То, почему я согласился перейти к вам, чтобы поделиться хотя бы мизерно, очень небольшим количеством информации, которые накоплены за это время. Да. И так вот, действительно, открываются секреты определенные, заключающиеся в том, что… Секреты правильной жизни. Да, заключаются они в том, что мало просто пожелать, надо в правильном состоянии пожелать. Надо уметь желать. Так и все, что угодно, надо уметь. И если мы продолжим, вот действительно… Вообще основное уже сказано, или есть еще какие-то компоненты? Ну, здесь есть еще бесконечное количество многих компонентов, потому что есть еще следующий, очень важный, самый главный компонент, если время позволяет. Конечно. Мало. Это компонент, который получил название, простите, в психологии копинг, от английского «to copy» – «справляться». У нас это называется… Вот это не скопировать? Ну, как скопировать, на данном случае, «to copy» – это «справляться». Это смысл этого слова. Александр Маслов в 1986 году, в 1986 году, в прошлом веке, ввел понятие копинга, копинг-поведения, из которого пришел следующий момент. То есть это успешное поведение еще по-другому? Да. Но почему оно успешное? Вот тогда он был первый, кто понял. Он понял, а мы научились это делать. Я создал технику, которая позволяет это делать. Так вот. Оказывается, что все люди… Копинг – это способность справиться с трудностями, которые даже превышают ваши возможности. Люди, которым изначально присуще копинг-поведение, они выиграют в этой жизни. Они относятся к категории выигрыши, потому что, когда у них возникает проблема, они не выясняют, что и почему, а не выясняют, как. Они решают эту проблему. Вы поняли? Как? Но их очень мало. То есть нацелены на решение проблем, на то… На решение, а не на копание. Но их мало. Чтобы найти решение. Например, считается, что их не больше 10% в мире. Я считаю, что это завышенный процент. Потому что, ну, например, это коррелирует с данными социолога Левады, который выяснил, что только 9% россиян согласны что-то делать, чтобы улучшить свои условия. Остальные будут ждать доброго царя, кильки в томатном соусе подешевшие и так далее, и тому подобное. И какая основная их стратегия, что ли? Стратегий много, но давайте выясним, какая стратегия у других. Потому что 91% занимается психологическими защитами. А психологическая защита – это способ жить с проблемой, ничего не решая. Доказа либо рационально – это невозможно сделать, потому что. Или это неинтересно, потому что рационально – эмоциональная защита. И вот пока у вас не возникнет копинга, вы ничего не достигнете. Даже при самой хорошей постановке цели. Еще раз попробуем перевести это слово на русский. Готовность. 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 Готовность достигать чего-то. К изменениям и вообще и к действию, и к решению. К чему угодно. У меня есть конкретная модель готовности, которая состоит из семи пунктов. И она создана не так, не в результате, так сказать, кабинетных спекуляций. Я действующий психотерапевт. Я каждый день сижу с людьми. У меня завтра 6 часов, у меня послезавтра 10 часов работы. Я от этого никуда не избегаю. Главная моя задача – это все-таки этого человека побыстрее привести в его собственное счастье. Правильно? Поэтому пришлось работать. Готовность состоит из следующих семи компонентов. Первый компонент – цель должна быть желанна. Как ни странно, но очень многие цели у нас навязаны обществом. Они не принимаются нашим бессознательным. Бессознательный не понимает, нафига тебе этот «Мерседес», нафига тебе эта «Вилла» на «Майорке», если ты в ней все равно жить не будешь. И оно не сопротивляется тому, чтобы ты эту цель реализовал. Вторая цель должна быть стоящей. Потому что даже если она желанна, но не стоящая, бессознательно ее забракуют. Почему нужно выбирать стоящие цели? Несттоящие вам никто не позволит достигать. Знаете, мысль о том, что надо обязательно возлюбить Клаудио Шифер с точки зрения бессознательного полной глупости. Хотя эта цель может быть весьма желанной. Согласны? Так, так. Она не стоящая по какой-то причине? Но она абсолютно не стоящая, потому что тут много причин не будем обсуждать. Третье условие – цель должна казаться достижимой. Потому что если хоть каким-то образом у вас есть невера в достижимость этой цели, бессознательно просто заблокирует достижение этой цели. Помните Нагорную проповедь Христа? Это же фантастика, это все сказано, истинно говорю вам. Если будет у вас вера вот на это гречишное зернышко, если скажете «вы сей горе, перейдя отсюда сюда», то перейдет гора, ибо ничего невозможного для вас не будет. Каждому по его вере. Если вы не верите, что это достижимо, вы не достигнете. Потому что убеждение… То же самое бессознательно должно… Да, да, да. Самоправдающийся пророчество саморега… Осознавать это как достижимое. Как достижимое. Заставить себя, любую недостижимую цель. Вот копингистам, не у копингистов, простите, что их так называют, нет недостижимых целей. Понимаете? У них изработает очень интересный процесс. Если надо, то значит смогу. Если должен, значит хочу. Слышите? Смогу и хочу. Вот не знаю, как, я еще не понял. Как говорил Наполеон? Сначала ввяжемся в драку, а потом выясним, как побеждать. Он же говорил, между прочим, в упрек многим рационалам о том, что всякое дело можно считать хорошо продуманным, если оно продумано на одну треть. Остальное отпустим случай. По ходу дела. По ходу дела. На интуиции. Как таковое. Значит, следующее – это достижимость. Дальше. Цель должна достигаться естественными нормальными условиями. То есть, чтобы вы не ломали себя, потому что не наступали на горло после собственной песни. Знаете же, был поэт, который наступил на горло собственной песни. Кто? Ну, Маяковский. Я достаточно плохо кончил в этом плане. Владимир Маяковский. Наступал на горло собственной песни. Это должно соответствовать вашим, скажем так, морально-этическим принципам. Даже просто нормальным. Потому что, знаете, несмотря на то, что, простите, колонна терапии. Это которая через кишечник? Которая через кишечник. Она действительно в чём-то полезна, но её не пользует, потому что она жутко неприятная. Согласны? Дальше. Следующее условие. Цель должна облегчать вашу жизнь, а не осложнять. Если бессознательно по каким-то причинам поймёт, что вы собираетесь заметно осложнить себе жизнь, она сделает всё, чтобы вы в этой цели не достигли. Вот ведь как интересно. Следующее условие. Каждый раз надо по каждой позиции спрашивать своё бессознательно. Да, есть специальная техника, кстати, описана в моих книгах, но почему-то её мало понимают. Вчера я проводил семинары, с ужасом выяснил, что психотерапевты, которые потенциировали, позиционируют себя, как мои ученики, не знают этой техники. А это основа, почему я эффективен. То есть это проверки на приемлемости. Проверки и деланья. Мы умеем делать. После этого за буквально 40 минут уходит на то, чтобы человек уже начинал кричать, я всё, я хочу рвать на себя рубашку, кричать «всё, достигну, чего угодно, всё, всё, всё». После этого чего часто не надо делать. Но мы не закончили. Шестое условие – способности. Цель должна быть по способностям. Ибо сама мысль о том, что это вам не по способностям, она будет заблокирована бессознательно. И последнее, седьмое, едва ли не самое важное. Вы должны быть уверены, что вы заслуживаете этой цели. Это особенно важно в нашей стране, которую, как вы знаете, героически доказали за 72 года, что мы ничего не заслужим. И, кстати, приходится постоянно работать с людьми, которые говорят… Люди сбрасывают результат, как бы они могли бы его… Они могли бы его получить, но поскольку они считают его незаслуженным, бессознательно говорят, «Милый мой, знаешь, есть такой анекдот, билет надо купить». Так вот, если ты сам себе докажешь, что ты этого заслужишь, ты всего этого заслужишь. По заслугам. Поняли? И вот эти семь условий, если они не выполнены, вы не выздоровеете. Выздоровеете вы только потому, что случайно ваше бессознательно попало на эти семь условий. Вы ничего не купите, вы ничего не сделаете, не поменяете работу, всё прочее и так далее. Потому что за этим стоит вот эта вот необходимость. И понимание того, что… Ну, много ещё можно рассказать, я не знаю, как у нас там по времени. Ну, пока вот мы хорошо продвигаемся. Успе… Да, это вот те условия, при которых именно весь организм примет… Все системы организма, система сознания, система тела примет. И бессознательно. Бессознательного. Самое главное – бессознательное, потому что оно объединяет сознание и тело. Это, кстати, одна из самых печальных ошибок, которая совершена была великим гением Рене Декартом, который разделил человека на сома, тело, и психо, душу, и утверждал, что они независимы друг от друга. На самом деле это глупость. Единство внутреннее. Абсолютное единство. И так… И у нас даже… Да, у нас даже говорится о том, что сознание и тело – это часть единой биокибернетической системы. Угу. И так уже мы неплохо продвинулись, мне кажется. Мы узнали, что, во-первых, надо желать правильных вещей. Да. И второе. Вот в последней части мы поняли, что эти желания, вообще вот цели должны как-то быть соотносимы с человеком, со всеми его ценностями, со всеми… Иначе, так или иначе… Все безумнотировано. Случайно любой человек обычно, когда он чего-то не достигает, он любит говорить примерно так. Ну, в глубине души я. Дальше идет точно по готовности. Этого не хотел, считал это нестойчивым, считал это недостижимо. Что-то достигается, это же… Есть еще какие-то условия успеха вот в этом плане, если человек именно вот думает о реализации какой-то цели? Понимаете, есть условия успеха, но они заключаются в том, что здесь уже тогда нужно говорить немножко побольше. Потому что это, скажем так, это успех… Ну, давайте скажем, если в деньгах, это успех на тысячу долларов. Может, на две, на три. Но если серьезно, то тогда вы вступаем, вы можете вступить в конфликт с глубинными настройками вашего бессознательного, и тогда вам уже нужно заниматься, если это происходит. Простите, не реализацией цели, а настройкой самого себя. Внутренняя настройка самого себя. Потому что с самого начала получает следующее. Когда я, собственно, создавал свою эту систему, я задался вопросом, что такое успех. Потом я выяснил вот эти вещи. Но первое определение было такое, что успех – это благополучие все-таки. Согласны? Благополучие. Нужно быть благополучным в этой жизни. Дальше был вопрос относительно того, что такое благополучие, который решился довольно сразу, и появилась формула. Благополучие базируется на эффективности и счастливости. Слышите? Эффективность плюс счастливость. Потому что уже к этому времени я был весьма востребованным психотерапевтом. Мне приезжали клиенты на Брабусовских Мерседесах, выходили такие упакованные, знаете, с ног до головы, а ровно через 10 минут, когда я их раскручивал, начинали рыдать, рассказывая, как им страшно жить, как они недовольны жизнью, как им пусто, бессмысленно и так далее. Я же их оттуда выводил. Поэтому эффективность плюс счастливость. Следующая мысль у меня была, естественно, относительно того, где это благополучие, но это решилась довольно быстро, звезда благополучия получилась такая. Верхний лучик звезды – это здоровье, которое само делится на духовное, душевное, психологическое и физическое. Душевное здоровье – это не вовсе не сидение в церкви. Душевное здоровье – это понимание того, что жизнь имеет смысл. Что вроде ты живешь за каким-то смыслом, то, что задается дхармой. Психологическое – ну, простите так, чтобы не входить нам, коллегам, в психотерапевтический термин, когда жизнь не колышет. Когда все окей. А физическое – тут определять нечего. Когда врачи не нужны. Два плеча звезды. Первое плечо – это взаимоотношения вообще с людьми. Другое плечо – очень интимное взаимоотношение – любовь и секс. И две ноги звезды – это работа и деньги. А дальше, естественно, задался вопросом. Ну, и откуда чего берется? Вот что определяет это благополучие? Еще, может быть, мне было интересно узнать, вот как по-вашему, в итоге, вот когда человек успешно, допустим, реализовал все эти лучики звезды, что он в итоге получает? Какое состояние? Вот есть, если финал? Ну, не финал. Хороший вопрос. Отвечу. Если он правильно все это реализовал, то он выходит на те состояния, которые являются состоянием, на самом деле, подлинным счастьем. Мы это тоже узнали. Подлинным счастьем является не та сиюминутная радость, особенно по поводу, знаете, старого анекдота, по поводу соседа, старый анекдот. У соседа умерла корова, казалось бы, какое мне дело до коровы соседа? А ведь приятно. Так вот, это не то счастье. А счастье – это пять состояний. Состояние первое – спокойствие. Абсолютное спокойствие, когда жизнь просто не колышет, обретаемая с мудростью. Второе – состояние вырастающее спокойствие. Это состояние, как ни странно, окейности. Странное состояние, почему мы говорим окейность? А все окей. Не надо дергаться, не надо бегать. Все окей, всего хватает, все нормально. Бедный тот, помните? Бедный не тот, у кого мало. Не тот, у кого мало, а кому мало. Окейность. Третье состояние – это состояние бытистенности, удивительного ощущения наслаждения бытием, когда падающий лист, идущий дождь, шелест травы, дуновение ветра на твоих щеках, значит, намного больше, чем защита докторской диссертации. Простите, или очередная книга, которых уже столько было, что это уже совершенно не волнует. После состояния бытистенности, вот этого удивительного, его еще можно назвать так, счастья бытия, радость существования, восторг существования, после него есть следующее состояние, которое называется любовь. Но только очень странная, очень важная любовь. Она не обусловлена. Когда вы начинаете любить себя, других и мир, не потому что вы красавец, другие такие прелестные люди, а мир очень уютный, а мир, а просто потому что они есть. Вы поняли? Вот вы такой, какой вы есть, и вы себя любите. Другие такие, как и не есть, ни лучше, ни хуже, но вы уже никого не осуждаете. Вы их любите. И вы любите мир. И вот когда эти четыре состояния приходят, последуют на одно за другое, тогда у некоторых и возникает та самая мокша. Космическое сознание, трансцендентное сознание связи с чем-то, со всем миром, со всем людьми и так далее. То, что называется еще, известно под именами в российской традиции, просветление, в мусульманской фея, в буддистской саттере, в индуистской самадхи и так далее, и так далее, и так далее. Ну что ж, Сергей Викторович, я очень рад, что мы успели сказать о главном, о финальных ценностях бытия, о том, что человек может испытать. И знаем теперь, как формулировать правильные цели, чтобы они соответствовали этим задачам. Как показать их бессознательному, как в итоге двигаться к ним. Хочу вас от души поблагодарить за столь содержательный разговор. Спасибо вам тоже. Спасибо нашим телезрителям. И, возможно, я хочу закончить. Это речь старой фразой, которую, наверное, все помнят, но, может быть, которая теперь для вас приобретет немножко другой смысл. Ищите и откроется. Стучите, ищите и обрящите. Стучите, и откроет вам. Хотите, найдете. Спасибо. Теперь вы вооружены. Вы знаете, как загадать желание так, чтобы оно обязательно сбылось. Играю во взрослые игры. Не забывайте о правилах. Вел программу Андрей Ермошин. До встречи на здоровом телевидении. Продолжение следует...